Привет всем, друзья! Это лето выдалось жарким и переменчивым, так же, как и новости в нашем мире. Но вот мы с вами сегодня, как всегда, проведем отличное время и посмотрим, чем живет сфера ВВФП в середине этого лета. Я Мария Рико, и это дайджест на канале Mellow Taste. В этом выпуске мы с вами узнаем, как 12-летняя становится директорами компании, какая судьба уготована китайским свиньям, и что приготовили Кейт Хадсон и Кэтрин Зетта Джонс для веганов, а также в какие новые стартапы можно подумать инвестировать. Смотрите нас до конца, чтобы также узнать, а что там у веганов с сексом? Сегодня уже практически все страны в один голос заявляют о том, что надо обратить внимание на планету и то, что мы едим, а также переходить на растительные альтернативы. Франция говорит о дополнительном финансировании в 15 миллиардов евро для Фонда по предотвращению климатического кризиса, а также поддерживает референдум о том, чтобы сделать криминально наказуемыми практики экоцида, то есть нанесения вреда окружающей среде. Актеры Америки, Австралии и Великобритании призывают к смене диет на растительные. А по оценкам организации Fair, в которой состоят многие инвесторы и которая борется против проблем, возникающих из-за интенсивного скотоводства, на мясопереработчиков вообще может быть вскоре наложен штраф в 11 миллиардов долларов из-за их карбонового следа. Все это, а может и не только, привело к тому, что по результатам опроса BEUC, Европейской Организации Защиты Потребителей, проведенного в конце прошлого года в 11 странах Евросоюза, две трети потребителей готовы поменять свои привычки ради сохранения окружающей среды, а также начать есть больше растительной пищи. Знаете, есть даже дети-повара, призывающие стать веганами. Так, 12-летний шеф-повар, награжденный как один из самых лучших поваров Великобритании, призывает школы отказаться от рыбы, мяса и молочки. Его зовут Омари Маквин, и он основатель бренда Deepalicious, а еще он генеральный директор этой компании. Да, и еще он написал книгу, которую собирается выпустить. Он, плюс многие организации, Пэта, Гринпис и Митфри Мондей написали письмо с такой просьбой министру образования. Вот так. Веганы не только оказываются позитивные и здоровые, но и смышленые не по годам. Все это, конечно, радует компании, которые рекламируют свою растительную продукцию. И они продолжают интенсивно заигрывать с веганами, да и всеми остальными на горячую тему растительного пастфуда. Так, KFC продолжает запуске новых веганских продуктов типа жареного цыпленка в Калифорнии. Для этого они даже сменили свою рекламную фразу. Их глава маркетинга сказал. Да, я в прошлом говорил, что вкус жареного цыпленка от KFC, несмотря на многие имитации, невозможно подделать. Но это же все было до появления бейон жареного цыпленка. Ну, действительно. А что еще ему было сказать? Вот раньше не летал бедняга, что цыпленок станет фиганским, вот и приходится теперь выкручиваться. Икея наконец-то тоже поняла, что это шанс. Ведь многие шутят, что на своих митболлах, то есть фрикадельках в кафе, они зарабатывают больше, чем на мебели. Так вот, Икея объявила о запуске таких мясных шариков из нутовой муки, овса, картошки, лука и яблока. Они называются plant balls и, по словам компании, на вкус совсем как мясные, которые все так любят. Ну, нам трудно комментировать про все любят, такое мы не едим. Однако, хоть и новые митболлы и веганские, но веганы рано радоваться. Ведь по предупреждению самой Икея, картофельное пюре и кремовый соус, которые к ним подаются, содержат молочку и вовсе не веганские. Представляете, они даже рассчитали, что один такой plant ball составляет только 4% карбонового следа, в отличие от мясного. Кстати, в 2015 году Икея уже запустила вегетарианские фрикадельки, которые были сделаны из турецкого горошка, зеленого горошка, морковки, кукурузы, кали и красного перца. Но, говорят, на мясные по вкусу они вовсе не были похожи. А вот Starbucks, сотрудничество с Nestle, сделал веганские сливки, которые вы можете купить и использовать у себя дома. Они сделаны из микса овсяного и миндального молока, но также, внимание, подсластителей, карамельного с оттенком макията и орехового. Друзья, мы не рекомендуем увлекаться такими сливками, ведь в нашем выпуске «Вот тут» мы говорили о том, чем опасны напитки с веганским молоком от популярных кофеев. Обязательно посмотрите! По традиции, почти в каждой нашей серии есть что-то про Китай. Так уж получается, что они суперактивны в последнее время, как на фронте Марса и выращивания растений и космонавтов, так и на фронте борьбы, или же только ее видимости, с мясоедством и поеданием диких животных. О том, как правительство Китая, запретив незаконную продажу такого мяса, все же будет субсидировать фермы диких животных на убой, мы уже говорили в нашем предыдущем выпуске. Но на этом экшен в Китае отнюдь не заканчивается. Ведь Starbucks в самом конце мая объявила создание совместного предприятия с Beyond Me по производству растительного свиного мяса в Китае – омнисвинины Omnipork, и продажу его в более чем 4 тысячах кофеен в сети по всему Китаю. А в июне появилось объявление о том, что в Китае нашли вирус свиного гриппа с пандемийным потенциалом. Что мы еще знаем о китайских свиньях, кроме того, что им в этой стране уготована ужасная судьба? Ну, например, то, что немцы тоже включились в их спасение, разжалобившись грустными свиными глазками. Ну, а может и просто, тоже решили заработать. Так вот, на прилавках магазинов Aldi в Китае тоже появилась растительная свинина. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это самая, что ни на есть, та же самая омнисвинина, о которой мы уже говорили в январе. Омнифудс, как вы помните, уже в прошлом году запустил такую растительную свинину в Китае. Она сделана из грибов шиатаки, а также горохового, соевого и рисового протеина. Компания ее рекламирует китайцам, которые поедают свиней с одной из самых больших скоростей в мире, как альтернативу их мясу. Без холестерина и почти без насыщенных жиров. Вот это молодцы, омнифудс, работают хорошо и быстро. Бейонтбургер тоже не отстают. Этим летом в 50 китайских супермаркетах Али Баба в Шанхае, а также в 100 точках супермаркета метро в 60 китайских городах, теперь продают их растительное мясо. После того, как компания объявила о том, что ее продукты появятся на полках китайских магазинов, ее акции на бирже опять подпрыгнули. И общая капитализация достигла почти что 9 миллиардов долларов. Знаете, мы вот тут подумали, учитывая, что на кризисе заработали и растут практически только азиатские биржи, может быть, пора задуматься, а не прикупить ли акции таких растительных денежных машин в Китае. Выглядит многообещающе. Ну а сейчас, как обычно, в последнее известие веганской и этической моды. Звезда кино Кэтрин Зетта Джонс начала выпускать обувь из веганской кожи под своим брендом Каза Зетта Джонс в сотрудничестве с британским брендом Butterfly Twists. Звезда разработала балетки из веганской кожи с гибкой подошвой из экологичных материалов. Цена на них будет от 5 до 5,5 тысяч рублей. Партия эксклюзивная, ее можно будет купить только в 21 стране мира. Ну а если цена вам все же не понравилась или балетки не впечатляют, то можете заглянуть в гости к немцам в Lidl. Там появились бюджетные веганские крема. Пока продукта только 4. Гель для душа, крем для лица, для рук и лосьон для тела. По цене всего 179 рублей за штуку. Коллекция называется Pure Olive и в нашем свободном переводе чисто оливковая и сделана из органического оливкового масла. Еще одна актриса, Кейт Хатсон, основала веганскую компанию «Пища для тела» под названием InBloom. Уже с 2013 года Кейт активно занимается фитнес-одеждой под брендом Fabletics и буквально недавно объявила о расширении сферы бизнеса. InBloom зашла на рынок с шестью видами добавок, сделанными из натуральных компонентов и цельнозерновых, а также витаминов и микроэлементов. Они стоят от 3,5 до 4 тысяч за банку и появятся на сайте компании в продажу уже с 3 августа. Эти добавки без синтетики, фильтров и в них нет ничего генетически модифицированного, говорит Хатсон. Мне нравится использовать все натуральное – растительные витамины, грибы и адаптогены для снятия стресса, говорит она. Интересненько, что там говорите про грибы было? Друзья, если вы ищете куда инвестировать, то вас может заинтересовать эта наша рубрика. Например, есть японский стартап Days, который совсем недавно привлек дополнительное финансирование в Араунде. Он создает соевые ингредиенты для растительного мяса, и они привлекли сумму в 436 миллионов рублей. Таким образом, сумма всех на сегодня ими привлеченных инвестиций составила 804 миллиарда рублей. В эту компанию, кстати, вложились как государственные фонды, так и Mitsubishi UFJ Capital. Days планирует построить завод с годовой мощностью 3000 тонн. И это, говорят они, наш ответ США с их Impossible Foods. Продукты Days имитируют структуру реального мяса, и компания хочет не только делать такое мясо для гамбургеров и куриных крылышек, но и познакомить мир со спрингроллами, дайозой, по-нашему это жареные пельмени, и шоумай – это традиционные клетки. Компания ожидает протеинового кризиса к 2030 году, поэтому готовится к нему уже сегодня. А в Венгрии ребята начали делать мясо из бананов. Компанию зовут Plant Craft, и они делают растительное мясо Deli. В прошлом году они присоединились к инкубатору ProVec, который работает со стартапами в сфере растительной еды. Они используют зеленые бананы как базу своего мяса из-за многочисленных витаминов и минералов в этом плоде. А еще они делают еду из отходов. Ну, нет, не вообще всяких, а пока только из виноградного жмыха от винодела. Продукты этой команды еще нельзя купить на рынке, но к концу года ребята обещают европейцам запуск в первых точках. Вот интересно, все делают веганские изделия из манго, бананов, оливок, ананаса и кактуса. А есть ли какие-то идеи насчет того, как можно сделать веганские джинсы из капусты и красотки из бурака? Друзья, ну и в заключении давайте поговорим о мужской силе. Агентство УПИ сообщает, что веганам не стоит бросаться в панику при словах их коллег-мисоедов о том, что у них не будет стоять, если они перестанут есть мясо. Ведь по исследованиям уровень тестостерона у мисоедов и веганов не различается. Это исследование проводили на 191 мужчине возраста от 18 до 75 лет. И доктор Ранджит Рамасами сообщил от имени исследовательской группы, что растительная диета никак не снижает уровень тестостерона. Ребята, всем позитива и незаканчивающегося лета. Как всегда, ваша Мария Рико, а также наша команда Digest Mellow Taste. Встретимся уже очень скоро, как обычно здесь, на нашем канале. Пока!